Ира, как давно в кино была, что смотрела? В кино была не так давно, смотрела очень интересный фильм нашего российского кинематографа, хочу заметить. Вот, а ты? Я в кино был давно, уже даже не вспомню когда, потому что, в принципе, меня не интересуют фильмы, сериалы в том числе. Но вот информацию об этом, я думаю, о российском кинематографе знают наверняка многие. Да, и сейчас я хочу отправиться к гостю. Прости, что я тебя покину, конечно, но вот так вот нужно. Пойду и узнаю, что же у нас в киноиндустрии нового. Итак, сегодня у нас в студии Светлана Касарич, директора Крымского киномедиа-центра, и также Елена Куценко, заместитель директора Крымского киномедиа-центра. Так, доброе утро, расскажите, хочу сразу же вас спросить, как же оно у вас, доброе или все-таки нет? Утро очень доброе, потому что мы буквально несколько минут назад встретили членов международного жюри в аэропорту. И кажется, что вот жизнь кинофестивальная уже началась. Нам очень приятно вам рассказать о том, что крымская наша земля вновь принимает уже четвертый Ялтинский международный кинофестиваль, Евразийский мост, и мы с удовольствием вам о нем расскажем. Вот давайте пообщаемся, с удовольствием хочу послушать. Вот для начала, почему же именно 20 сентября? Это какая-то приуроченная дата или все-таки так сложилась? Не столько приуроченная, не столько приуроченная, сколько удобная, потому что все-таки это актеры, это люди кино, которые должны собираться вместе и не так просто всех собрать под одно крыло. Вот в этом году мы проводим кинофестиваль с участием практически очень знаковых и знакомых лиц. У нас будет и Никита Сергеевич Михалков, потому что он именно инициатор этого фестиваля. Он инициировал, а наше правительство, наше Министерство культуры, они патронируют это мероприятие. Это очень интересный творческий проект, поэтому он не иссякаем по своему творчеству и по своему развитию. И я так думаю, что такие люди, которые связаны непосредственно с кино, как Вячеслав Тельнов, Верещагин, у нас очень частым гостем Кирилл Разлогов был, к сожалению, в этом году его нет, у нас будет министр культуры Миндинский, конечно, будет Никита Сергеевич и Виктор Мерешко, который является субпрезидентом нашего фестиваля, как и Арина Новосельская, наш министр. Поэтому вот уже который год наше министерство – это первый вот такой попутчик этому фестивалю, который все делает для того, чтобы он состоялся. Это замечательно. А скажите, а в каком формате, как будет проходить этот фестиваль? Вот очень интересно узнать. Ну, кинофестиваль – это, конечно же, кино. Я думаю, что об этой творческой составляющей, это творческие встречи, мастер-классы. Елена Велиновна как раз занимается, вот этой частью она расскажет. А в принципе, это насыщенная программа фестиваля, которая предполагает не только кинопоказы, не только фильм «Открытие и закрытие», но и живое общение с теми людьми, легендами кино. То есть опытом, да, могут быть делиться, семинары разные? Они несут очень много для нашей молодежи. Скажите, даже рис это, Дмитриевна, из каких стран? Международная. В этом году у нас 8 стан прибывает, что очень важно для Крыма. А какие, если можно? В этом году, да, у нас Бельгия, Франция, Италия, Испания, Армения, Южная Корея, Китай. И работают два состава международных жюри. Ну, из наших представителей жюри у нас два работают состава жюри. Один работает жюри документального кино и жюри игрового кино. Работают такие известные актеры и уже режиссеры, можем сказать, как Ольга Кабо и Кирилл Плетнев. Сегодня это топовый такой молодой режиссер, очень интересный, и мы рады его приветствовать здесь, как члена жюри. Ну, и Светлана Дмитриевна сказала, что программа фестиваля будет насыщенной всего 4 дня, но мы за эти 4 дня хотим очень много успеть. Максимально, да? Да. Во-первых, конкурсная программа будет очень интересная, это и документы, 8 документальных, 8 игровых картин, собранных с мировых таких кинофестивалей, и это очень интересно, мы всегда открываем для себя что-то новое. Кроме того, будет замечательная панорама, то есть фильмы, которые не вошли в конкурс, но это российские, зарубежные фильмы, которые мы хотим показать. Они не идут в прокате, и это очень большая удача. Кроме того, у нас есть еще уличная площадка, целых две в этом году, нашей киногостиной на Ялтинской киностудии, потому что мы сегодня хозяева этой киностудии. И возле кинотеатра «Сатурн» Аймакс тоже будет летняя площадка открытая. И это так замечательно названная программным директором Кириллом Ильичем «Крымские сливки». То есть это фильмы, которые снимались в Крыму, имеют отношение к Крыму, и это сливки современного российского кино. Ну и, конечно, программа очень интересная, творческих встреч. Во-первых, у нас впервые Сергей Рост. Это ваш коллега, очень известный телеведущий, актер, сценарист. И он еще ни разу у нас не был на наших фестивалях. Впервые. Поэтому мы не могли остаться в стороне. И, конечно же, у него будет творческая встреча с жителями, Ялты, с детьми, со школьниками, которые занимаются журналистикой в кружках мановских. И я думаю, это будет интересно. Во-вторых, это замечательная встреча. Мы уже просто радуемся и ждем ее с замечательным молодым актером и режиссером Семеном Трескуновым. Это сегодня новое такое открытие, такой солнечный, совершенно замечательный ребенок. И мы будем очень рады. Ну и, конечно, наш мэтр, наш замечательный сопрезидент, народный артист России Виктор Мерешко. Мы уже в прошлом году делали встречу. Вы знаете, мы студентов от него отогнать не могли больше двух часов. И они говорили, почему мы не знали раньше, что такое было кино замечательное у нас в стране. Я прошу прощения, что я вот так прерываю, но, к сожалению, время подходит к концу. И я напомню, что сегодня в студии были Светлана Казарич, директора Крымского киномедиа-центра, и Елена Куценко, заместитель директора Крымского киномедиа-центра. Я благодарю за очень полезную информацию. Это действительно очень такое знаковое событие для нашего Крымского полуострова и не только.